Немного раньше, чем первая команда, в отпуск ушли представители нашей молодежки. Ближайший резерв желто-синих в свои 13 поединков молодежного чемпионата Украины провел по-разному, в целом демонстрируя футбол неплохого качества. В активе ребят 6 побед и 2 ничьи, что в итоге позволило им уйти на зимний перерыв, находясь на седьмом месте в таблице. По словам старшего тренера харьковского дубля Андрея Нищенко, несмотря на то, что полного удовлетворения от игры своих подопечных он не получил, прогресс и стремление к ее улучшению в действиях ребят все же увидел. Что-то из того, что хотелось бы мы видели и в играх, и в отношении ребят, к тренировочному процессу появился у многих определенный прогресс, как в игровом плане, так и вообще отношение к самому футболу, дисциплине. Безусловно, главной целью тренерского штаба молодежной команды является подготовка футболистов для основного состава. Те же, в свою очередь, чтобы туда попасть, должны приложить максимум усилий. На примере Александра Османа, Юрия Ткачука и Артема Радченко становится понятно, что двери в основной состав открыты для всех. Главное – правильно своим шансом воспользоваться. Что же касается желания играть на высоком уровне, то оно присутствует абсолютно у всех футболистов, которые из каждой тренировки пытаются извлечь для себя максимум пользы. У многих происходит становление, прежде всего, у себя в голове доказать, что чего я стою на самом деле, чего я могу, могу ли я пробиться в основном составе первой команды, смогу ли я быть лидером в молодежном составе. То есть, многие ребята, в общем, скажем так, переделывают сами себя. Своечковый багаж, а это 20 пунктов, желто-синие поровну набрали на своем поле и на полях своих соперников. Три победы и одна ничья были зафиксированы в харьковских матчах, столько же выездных. Отметим, что из шести выигрышей, пять желто-синие одержали, не пропустив в свои ворота ни единого мяча. Лучшим же снайпером первого полугодия с пятью забитыми мячами является Юрий Ткачук. Были игры, которые очень радовали самим качеством игры, которые ребята демонстрировали. Хотя не всегда это приносило желаемый результат. Я имею в виду победу. Были игры, которые, в принципе, мы выигрывали, но могу сказать, что не всю игру, допустим, ребята ровно награли. Или качество игры на протяжении всего матча не всегда было тем, которые нужны. Отпуск у молодых футболистов-металлиста продлится до 11 января. Уже на следующий день Андрей Онищенко соберет своих подопечных на клубной базе в Высоком, где традиционно и пройдет первый учебно-тренировочный сбор. Субтитры создавал DimaTorzok